Добрый день всем! Мы находимся на Кальварийском рынке, самым известным в городе Вильнюс. И давайте пройдёмся, посмотрим, что же здесь продают. Сладости имеют. Ещё есть спекан с шоколадом. Посмотрите, какой выбор слив. По евро восемь, по евро пятьдесят и по три пятьдесят виноград. Клюква и брусника. Брусника по евро пятьдесят. Продолжение следует. Здравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... Мы aired. В mock-опах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Орехи... Появилась облепиха... И появились лисички... Конечно, весь базар я не смогу вам заснять, но здесь можно купить абсолютно всё... От квашеной капусты до носков. Там дальше за этим базаром находится вещевой рынок. Продолжение следует... Выбор громаднейший. Можно абсолютно всё купить. Выбрать, посмотрите. Сливы, появились сливы. Посмотрите, какие сливы. Евро-50. А, кстати, купила венгерки. Вот эти вот... 3,50 уже дорогие. Капустка на салаты. Мёд, ягоды. Вау! Там даже в Аншако здесь продаётся. Вижу. Ну, мы сейчас войдём в колбасный отдел. Ну, с самого начала тут продаётся маринованный. Овощи здесь, как бы, деревенская продукция своя. Ну, я никогда не покупаю здесь. Хотя масло, наверное, можно было бы купить. То есть тут два павильона. Один павильон с мясом, а второй павильон с колбасами. Здесь очень вкусное сало. Вяленые фарингвиццы. Также вот различные чаи. Мёд. Посмотрите, какое разнообразие мёда. И здесь также можно купить свежевыжатый сок. Здесь разные вкусняшки. Хочу показать, что же я купила на рынке. И вы видели, какие цены. Довольно-таки всё дорого, всё подорожало. Но всё-таки я себе что-то купила. Купила вот такие помидоры. Это домашние помидоры. Два евро. Я выбрала самые большие помидоры. Ну, и два помидорчика до килограмма. Два евро килограмм. Вот такая вот своя малинка. Три евро. Привозная по четыре. Не могла удержаться вот от таких слив. Это венгерка. Они такие большие, такие с налётом. Евро пятьдесят. Посмотрите, какие обалденные сливы. Пирожные. Знаете, вот я почему-то вспомнила сразу детство. И я помню, в моём детстве были вот такие бисквитные пироженки, смазанные абрикосовым джемом, залиты шоколадом. И они были довольно-таки дорогие. Сейчас они семь евро пятьдесят. И такие вот заварные пироженки с творожным кремом. Правда, я одну попробовала, но больше покупать не буду, потому что творога там практически нету, один крем. Для своих котиков я купила вот такой корм Брит. На базаре четыре киоска, где продают корм. И купила вот такой, они кушают. Хотя, в следующий раз поеду в фирменный магазин. И вот такие я себе купила. Сейчас носить такие тапки. Не знаю, насколько здесь натуральный мех внутри. Но я купила за подошву. Потому что у меня есть похожие на низкой подошве. У меня мерзнут, мерзнут ноги. Хотя у нас ламинат, но ноги у меня все равно мерзнут. Такие тапочки, так они стоят десять евро. Мне дали за девять. Потому что я у этой женщины всегда покупаю. И стараюсь покупать кожаные тапочки, чтобы ножки были здоровенькие. Синтетики давно не покупаю. Хотя цена, то есть в магазине вы купите десять евро синтетические тапки, то лучше, наверное, купить вот такие за десять евро. Ну и вот мои покупки. И купила там нижнее белье. Но показывать не буду. Но сливы бомба.